С понедельника 16 мая АвтоВАЗ стал полностью государственным. Этому важному, можно сказать, судьбоносному событию предшествовала череда других. Итак, до сегодняшнего момента акционерным обществом АвтоВАЗ единолично владела московская фирма Lada Auto Holding, которая, в свою очередь, на треть принадлежала госкорпорации Ростех, а 68% были долей группы Рено. В конце апреля министр промышленности и торговли Денис Мантуров поспешил заявить, что Рено передаст свою долю АвтоВАЗа российской стороне, но с возможностью ее обратного выкупа. И вот теперь официально объявлено. Отечественный автогигант со своими заводами перешел под управление подведомственного Минпромторгу проектного института в ГУП НАМИ. Сумма громкой сделки не раскрывается, но ее уже одобрила Федеральная антимонопольная служба. Передача доли группы Рено государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места, отметил министр Мантуров. А вот шеф группы Рено, Лука Демео, прокомментировал события весьма витиевато. Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение. Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом показатели группы и нашу способность вернуться в страну в будущем в другом контексте. В каком контексте планируют вернуться французы, глава компании умолчал. Но по официальной информации, европейская сторона получила опцион на право обратного выкупа. На возвращение бывшим партнерам дали 6 лет. А пока АвтоВАЗ продолжит работать, как работал до этого. Минпромторг обещает, что в Тольятти и Ижевске будут выпускать всю линейку автомобилей Lada. Правда, по поводу моделей Рено, Логана и Сандера, которые тоже делали в Тольятти, понимания пока нет. Также неизвестна судьба преемницы Гранты и будущей Нивы. Эти машины почти готовы, но так как они базируются на платформе Альянса Рено-Ниссан, оба проекта могут запросто поставить на паузу до лучших времен. Что касается московского завода Рено, то его передали властям столицы. И это другая и более сложная история, которой телеканал АвтоПлюс посвятит отдельный выпуск новостей с колес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова